Верба Майер Далее я хотел бы поприветствовать доктора Хюнинга Сартера. Он является вице-президентом Международного общества майертерапевтов. Он занимается большим количеством исследований и даже написал книгу. Мы уже много лет работаем с ним в обществе майертерапевтов. Изначально он был анестезиологом, но затем сменил направление в сторону холистической медицины, исходя из большого опыта. Его основное направление — тайна и развитие микробиома. Он работает с лабораторией BioVis, которая проводит много исследований в этой области. Сейчас он объяснит, какое влияние оказывают кишечные бактерии и их продукты метаболизма на работу нашего мозга. Очень интересная тема. Мы уже давно владеем информацией о кишечнике и знаем, что в нем находится так же много нервных клеток, как и в мозге. Но больше нервных импульсов проходит от кишечника в мозг, чем от мозга в кишечник. Многие решения мы принимаем, ориентируясь на ощущения в животе, чем на интеллектуальный анализ. И это все можно объяснить с научной точки зрения. Сейчас вы в этом сами убедитесь. Прошу доктора Сартера прочитать лекцию. Спасибо. Меня зовут доктор Хюнинг Сартер. Моя тема конференции — влияние микробиома на наш мозг. Я очень рад возможности выступить перед вами с этим докладом. Возможно, многие со мной уже знакомы, так как я неоднократно уже преподавал на занятиях в школе Майер. Сегодня я хотел бы представить и доказать новые детали и идеи из исследования влияния микробиома на наш мозг. И тем самым усовершенствовать работу Майер-терапевтов. Сегодня мы поговорим о различных влияниях не только кишечника на мозг, но и на все органы. Существуют различные оси взаимодействия. Например, кишечно-мозговая ось, о которой мы сегодня детально поговорим. Ось, кишечник, печень и так далее. Рассмотрев различные взаимосвязи, мы увидели, что влияние идет в первую очередь от кишечника. Изучая эту тему, сталкиваешься с термином «метаболом». Что же такое метаболом? Этим новым термином называют химические процессы, происходящие в микробиоме. А именно, процессы метаболизма бактерий в кишечнике. Питание является основным фактором, влияющим на эти бактерии. Питание всегда следует рассматривать вместе с пищеварением. Если питание правильное, а пищеварение хорошее, мы называем это эупепсия. Эупепсия является оптимальной и обеспечивает организм большим количеством энергии. Диспепсия вызывается правильным питанием, но неправильным пищеварением. При диспепсии вырабатываются различные токсины. Об этих токсинах и будет сегодня идти речь. Давайте подумаем, что же это за токсины? Что они делают и почему они так ядовиты? Основной мишенью этих токсинов являются митохондрии. В наших нейронах в 10 раз больше митохондрии, чем в других клетках организма. И они очень чувствительны к токсическому воздействию. Глюкоза является основным топливом для нейронов. Но энергия для мозга также может быть получена из жиров и кетонов. Этому эпигенетически обучает регулярное голодание. При голодании уровень глюкозы снижается. Ее запасы пополняются недостаточно. Тогда метаболизм мозга переключается на жиры и кетоны. Этот механизм предотвращает образование конечных продуктов гликирования. Которые заставляют матрикс и клетки слипаться и нарушают энергетический баланс. При кетогенной диете этого не происходит. Именно поэтому голодание играет очень важную роль в терапии некоторых заболеваний. Эти токсины называются митотоксинами. Потому что они токсичны для митохондрии. Вы спросите, что способствует образованию этих токсинов? Функция брюшной полости заключается в приеме пищи. Переваривании и выделении остатков пищи, включая бактерии, путем дефекации. Эта функция называется кишечный транзит. Кишечный транзит может быть своевременным, замедленным или быстрым. Мы такой процесс называем диареей. Противоположностью быстрому испражнению кишечника является медленный транзит, а именно запор. Прохождение от зубов до ануса занимает слишком много времени. Этот период дает бактериям время для образования токсинов или метаболитов. Медленный транзит — это неправильное пищеварение, в результате которого возникает интоксикация. Доктор Майер замечательно описал это явление с клинической точки зрения еще сто лет назад. Он говорил о кишечной аутоинтоксикации в случае неправильного пищеварения. То есть интоксикации от собственного кишечника. Когда токсины поступают не из внешнего мира, а образуются в самом организме. Парадокс, но токсины могут образовываться в организме даже из самых хороших продуктов питания. Важную роль играет именно качество пищеварения. В последние годы было проведено множество исследований о взаимодействии метаболизма бактерий с организмом человека. Важнейшей частью современных исследований является понимание того, что полезно, а что вредно. Мы знаем, что с клинической точки зрения эта тема известна уже более ста лет. Существует множество взаимосвязей, и в настоящее время их можно расшифровать с помощью биохимии. В прошлом ученые пытались создать бескислородные зоны, чтобы культировать там анаэробные бактерии. Это было возможно из определенных образцов кала. Но эти исследования давали лишь минимальные знания, лишь поверхностные результаты. В настоящее время освоен метод секвенирования. С его помощью можно молекулярно-генетически секвенировать бактерии и узнать, какие виды бактерий вообще существуют. Если рассматривать с клинической точки зрения, то выяснится, что состав бактерий в микробиоме влияет на развитие заболеваний различных органов. Например, нервно-психические заболевания, хронические воспалительные заболевания кишечника, Метаболический синдром, такой как ожирение или диабет, заболевания костей и мышц, ревматические заболевания могут быть спровоцированы метаболизмом бактерий. Здесь вы можете видеть, что с 2000 по 2016 год количество научных публикаций на эту тему увеличилось. В 2020 году было выпущено около 30 тысяч публикаций на немецком или английском языках. Вопрос в том, как происходит взаимодействие между бактериями и нашим организмом. Взаимодействие происходит на метаболитах. Какие метаболиты играют здесь роль? Как бактерии, каждая в отдельности влияет на наш организм? Получить ответы на эти вопросы стало возможно благодаря новому исследованию методом жидкостной хроматографии с масс-спектрометрией. С помощью одного теста можно показать различные метаболические пути. Метаболиты, которые влияют на мозг положительно или отрицательно. С помощью одного анализа можно измерить более 70 органических соединений. Эти сложные метаболические анализы можно использовать, чтобы узнать больше о том, что было частично известно и ранее, а именно о гнилостных бактериях, которые производят токсины в кишечнике и влияют на наши клетки. В прошлом были известны только такие вещества, как индол, фенол, кризол, аммиак и так далее, которые в основном влияют на значение pH в стуле. Сегодня нам известны и другие вещества. Триметиламиноксид, вторичные вещества растений и так далее, на чем фокусируются современные исследования, особенно в отношении функции мозга. Я хотел бы остановиться на этих вещах отдельно. Итак, так называемая внутриклеточная аутоинтоксикация ассоциировалась прежде всего с аммониаком и другими веществами, которые известны с 30-х-20-х годов, то есть почти 100 лет назад. Было известно, что аммиак и другие вещества токсичны и канцерогенны, в зависимости от дозировки. Также было исследовано, что аммиак играет важную роль в развитии энцефалопатии. Аммиак может быть не только хронически токсичным для митохондрии в клетках, но имеет также острый характер происхождения. Аммиак вырабатывается в мышцах при сильных физических нагрузках. Когда уровень аммиака повышается, он ограничивает работу мышц. Поэтому, смотрев футбольный матч на 70-е, 90-е минутах игры, можно заметить, что мышечная работоспособность спортсмена снижается. И здесь аммиак играет главную роль. А именно, при распаде АТФ. Это происходит параллельно с лактатом. В таком случае необходимы вещества, нейтрализующие аммиак. Например, рибоза и догалактоза. Теперь я хочу рассказать вам о новых веществах, которые были затронуты в известных исследованиях. Вещество сокращенно звучит ТМАО, триметиламиноксид. Это вещество способствует развитию атеросклероза. Риск сердечно-сосудистых заболеваний повышается с увеличением уровня ТМАО. Исследования прошлых лет показывают, если вы едите слишком много мяса, и оно плохо переваривается, а аминокислота всасывается, то в кишечнике в результате метаболизма бактерий вырабатывается вещество триметиламин. В печени оно преобразуется в триметиламиноксид. А оно, в свою очередь, влияет на образование атеросклероза. Чем больше белка вы едите, и чем хуже этот белок переваривается и всасывается в кишечнике, тем больше вы кормите бактерией. У бактерий появляется большое количество белковой пищи для образования из нее триметиламина. Триметиламин в высоких дозах является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Эти оксиды, которые производятся из печени, а затем попадают в кровь, можно классифицировать в соответствии с поглощением и перевариванием. Чем лучше работает пищеварение, тем меньше образуется таких веществ. Эксперименты, при которых сокращалось количество потребляемого белка, демонстрировали снижение риска атеросклероза. Поэтому чем меньше белка потребляет человек, тем меньше образуется ТМАО. Но организм человека нуждается в потреблении белка, поэтому нельзя полностью исключить его из пищи. Теперь вопрос, где баланс между слишком мало и слишком много? Ответ был дан Францам Ксавьером Майором еще сто лет назад. При приеме пищи следует обратить внимание на достаточное потребление белка высокого качества. Тогда этот белок будет оптимально перевариваться в кишечнике. Это возможно, если вы будете соблюдать рекомендации по приему пищи доктора Майора. Долго жевать, использовать много слюны во время еды, глотать только тогда, когда все разжижено. В слюне содержатся протеазы, которые помогают переваривать белки, предотвращая образование токсинов в кишечнике, так как аминокислоты будут всасываться в нужном количестве в верхней части тонкого кишечника. Это то, что мы называем эопепсией, хорошим пищеварением. Следующее, что нам удалось узнать, это то, как происходит метаболизм желчной кислоты. Эти желчные кислоты попадают с желчью в тонкий кишечник. Там первичные и конъюнктивированные первичные желчные кислоты становятся вторичными желчными кислотами. В зависимости от среды обитания кишечных бактерий, в кишечнике образуются полезные или нейротоксичные желчные кислоты для нашего мозга. Количество этих желчных кислот можно измерить в стуле и увидеть связь с соответствующими группами бактерий, которые вносят свой метаболический вклад. Если у вас много токсичных желчных кислот, у вас, как следствие, снижаются когнитивные способности. Ограничивается обмен глюкозы в мозге. Это может привести к атрофии мозга и в итоге к болезни Альцгеймера. Морбус-Альцгеймера. Это исследование о развитии болезни Альцгеймера. Результаты исследования показывают, микрофлора кишечника должна быть пиашь меньше семи. Если в кишечнике пиашь больше семи, образуются цитотоксичные желчные кислоты. Они токсичны для митохондрий. И наоборот, в здоровой микрофлоре, когда PH6 образуются даже нейропротекторные желчные кислоты. Тут речь идет о кишечно-мозговой оси, то есть о прямой связи между мозгом и метаболизмом кишечника. На этих результатах видно, что дезоксихолевая кислота значительно повышена. А это является как раз цитотоксичным. У этого пациента существует риск развития неврологических нарушений и, возможно, даже болезни Альцгеймера. А урса дезоксихолевая кислота является защитной нейропротекторной желчной кислотой. Формально она должна быть культивирована в кишечнике. Здесь у кого-то высокий уровень дезоксихолевой кислоты и большой дефицит урса дезоксихолевой кислоты. Соотношение между цитотоксическими и нейропротекторными желчными кислотами составляет больше девяти. Поэтому существует риск развития расстройств мозга. чтобы избежать образования цитотоксичных желчных кислот микрофлора кишечника должна быть соответствующая. Такая среда не даст активировать 7-альфа-дегидроксилазу. АПАЖ в кишечнике и в стуле снизится. Согласно лечению Майера нам необходимо АПАЖ стула 6-6,5 и не выше. Квашенные овощи, которые традиционно присутствуют в блюдах Азии способствуют этому. Сегодня ученые с новой стороны их исследовали. Ешьте квашеную капусту и будет вам счастье. Существует много информации в интернете о пользе ферментированных продуктов. Мы снова должны начать культивировать квашеную капусту. К сожалению, в современной культуре Европы они вовсе забыли. Опа vergessen вор Следующий пункт метаболизм триптофана. Триптофан это аминокислота, которая при хорошем переваривании усваивается в процессе метаболизма белка. Расщепление начинается во рту. затем в желудке и тонком кишечнике, пока белок не переварится должным образом. из аминокислоты трептофана образуется серотонин. Будучи гормоном счастья, серотонин оказывает воздействие не только на эмоциональное состояние, но и на энтеральную нервную систему. серотонин контролирует моторику желудка и кишечника, а также контролирует аппетит и секрецию желчных кислот, желудочного сока и так далее. Тонус толстой кишки и активность перистальтики играют определенную роль. При лечении запора с медленным транзитом потребуется много трептофана и серотонина. Серотонин будет вырабатываться при минимальном воспалении в организме. Следует рассматривать понятия воспаления и интоксикации параллельно и видеть их в определенной причинно-следственной связи. недостаток серотонина приводит к воспалению, которое способствует запорам из-за медленного транзита в кишечнике. Вследствие замедления прохождения кишечника происходит процесс гниения, что может снова стимулировать воспаление. для нормального усвоения трептофана в организме следует обратить внимание на раздельное питание. Триптофан, полученный из белка, должен быть отделен от фруктозы. При одновременном добавлении белка и фруктозы образуется реакция Майера. Эта реакция не усваивается, вызывает метеоризм. Но прежде всего дефицит трептофана. Дефицит трептофана, как и дефицит серотонина, мелатонина, очень неблагоприятно сказывается на центральной нервной системе. Триптофан, белок, и фруктоза, фрукты, не должны попадать в кишечник одновременно. Это называется раздельным питанием. Так, йогурт с фруктами употреблять нельзя. Это неполезно. у трептофана важен не только серотонин, но и метаболизм кинуренина. При неблагоприятных условиях кинуренин синтезируется в хинолиновую кислоту, а при благоприятных в кинуреновую кислоту. Разница в том, что хинолиновая кислота убийца митохондрии, а кинуреновая кислота их главный защитник. Кроме того, источник НАТ, никотинамид, аденин динуклеотид и, следовательно, и АТФ зависит от количества и функционирования метаболизма хинолиновой кислоты. Если метаболизм останавливается на хинолиновой кислоте, это очень неблагоприятно для энергии, поскольку митохондрии блокируются. Если хинолиновая кислота будет далее синтезирована до НАТ, то в митохондриях при достаточном количестве кислорода может образоваться хороший АТФ. Тогда митохондрии вырабатывают достаточное количество энергии для клеток. Вопрос в том, как реально повлиять на это. И снова мы говорим о соответствующей микрофлоре в кишечнике. Микрофлора должна поддерживаться, например, ингибированием ИДО, ферментом, который синтезирует кинуриновую кислоту. на это могут влиять куркумин, ресвератрол, кверцетин. Вы также можете добавить витамины В и Д. Но самое главное, что на слайде обведено красным цветом, заниматься спортом на выносливость. Потому что при занятии спортом метаболизм мышц оказывает очень большое влияние на накопление АТФ и укрепление митохондрий. Уровень омега-3 играет важную роль в мембранах клеток и дыхательных цепях. Эти аспекты Майер не знал, но предвидел еще сто лет назад. Поэтому Майер разработал лечебную методику и сказал, что следует разработать концепцию, в основе которой три главных принципа — щадящая диета, очистка и обучение правильному питанию. заместительная Затем пришли его преемники и добавили еще несколько элементов. Заместительная терапия душа и спорт. Сегодня мы говорим о правилах 6С, то есть слова на немецком начинаются с буквы С. Майер назвал щадящую диету первым и важным этапом в терапии. Первый этап терапии — щадящая диета. Цель диеты — не допустить нарушений в кишечном пищеварении, когда возникает нольпроцентная диспепсия. При неправильном пищеварении образуются токсины, а их мы хотим, насколько это возможно, избежать в терапии по Майеру. В митохондриях без помех должны производиться жизненно важные элементы. Терапия по Майеру оценивается по шкале оценок с помощью римских чисел, где один — наилучшая оценка. По-настоящему здоровый человек не тот, у которого оценка четыре. То есть он на грани, а тот, который является образцом для подражания. как мастер-швилер. Эту науку мы называем салютология, учение о здоровье. Щадящая диета используется в качестве терапевтического средства в разных фазах и назначается индивидуально. нагрузка нагрузка на кишечник при голодании сводится к минимуму, до того уровня, насколько это полезно для организма. на первом этапе здоровый человек пьет только чай или воду в течение нескольких дней, чтобы достичь оптимального щадящего эффекта. При соответствующем очищении диспепсия больше не возникает, а имеющиеся в кишечнике токсины выводятся. Таким образом производство токсических веществ для мозга прекращается и организм может восстанавливаться. Это является первым этапом, при котором применяются жевательные тренировки или поглощается лишь чай с водой. На втором этапе голодание следует прекратить. Брекфест говорят по-английски. Прекращение голодания означает, что кишечник, работа кишечника, метаболизм и микробиом снова активируются, не допуская при этом проблем пищеварения. Слишком долго придерживаться щадящей диеты не рекомендуют, так как это негативно влияет на перистальтику кишечника и нормальное пищеварение. Кишечник должен быть в состоянии выдерживать нормальную нагрузку. фаза третий этап терап 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 стабилизация, то есть стабилизировать и по возможности поддерживать это новое состояние, состояние здорового кишечника. в 2016 году Йосинори Осуми получил Нобелевскую премию. На самом деле эта Нобелевская премия принадлежит Францу Ксавьеру Майеру. Йосинори Осуми показал концепцию аутофагии, самопереваривания. Майер же говорил об этом сто лет назад, что самопереваривание является восстановлением тканей и клеток. Теперь настало время доказательств. Мы сформулировали их в учебнике терапии по Майеру. Я советую эту книгу почитать. Также целью терапии по Майеру является восстановление функций мозга. Правила питания содействуют абсолютно здоровому пищеварению. Эупепсия способствует образованию оптимальной энергии. Мозг будет получать достаточно энергии, много хорошего кислорода, в нем не будет токсинов. Таким образом можно предотвратить деменцию или, например, болезнь Альцгеймера. Исследования показывают, что для здорового мозга нужен здоровый кишечник. То есть первое, что необходимо, это здоровый кишечник, потому что он способствует здоровому мозгу. Необходима эупепсия, здоровое пищеварение и устранение диспепсии. Следует сдать анализы и провести соответствующее лечение, а затем проверить все еще раз. С помощью современных лабораторных методов можно легко и просто провести исследование. Нужно уметь правильно оценивать эти клинические и лабораторные данные. Для этого потребуется соответствующая подготовка Майер-терапевта. А возможности терапии по Майеру, включая также заместительную терапию, пробиотики, пребиотики и меры стабилизирования микрофлоры должны применяться разумно. Желаю вам, вашим гостям и пациентам оставаться здоровыми. Большое спасибо за внимание. Майер-баух. Большое спасибо, господин Хёнинг, за лекцию. Я рад, что вы принимаете участие в третьей конференции Верба Майер. Мы с вами оба являемся врачами, уже давно работаем вместе в Международном обществе Майер-терапевтов. Мы оба преподаватели и уже передали много знаний врачам. Благодарю за прекрасную лекцию. Прежде всего у меня личный вопрос. Ты был анестезиологом. Что заставило тебя стать майер-терапевтом, обратиться в холистическую медицину? Это личная история. В детстве и подростковом возрасте я был тяжелым астматиком и страдал нейродермитом. Когда я поступил в медицинский институт я спросил у своих сокурсников что мне делать с этим. Мне ответили что нужно принимать кортизон и антигистаминные препараты всю жизнь. Но я подумал ну да. Затем я изучил физиологию иммунную систему и другие основы медицины и подумал что должен быть какой-то способ сбалансировать все это естественным образом. Затем я снова изучил аллергологию и иммунную систему. У меня появились улучшения благодаря витаминам. Они были заметны но не так чтобы я полностью излечился. А потом я пришел к вам ты мне много лет назад преподавал провел первые сеансы лечения по методу Майера благодаря этому курсу лечения мои собственные симптомы то есть астма и нейродермит и все что было связано с аллергией уменьшились сейчас мне уже за 60 я больше не страдаю от этих болезней потому что лечение по Майеру способно сбалансировать аллергологическое и иммунологическое состояние через микробиом обучение в процессе деятельности так сказать совершенно верно я на себе лично ощутил эту терапию слава богу для врачей очень важно чувствовать собственным телом что происходит тогда они смогут лучше донести это до пациентов это преимущество в медицине по Майеру потому что врач проходит курс лечения по методу Майера во время обучения хирургам в этом плане не так повезло я был немного удивлен вашей лекцией вы много говорили о метаболизме трептофани гниения и так далее когда-то я услышал от вас что сам микробиом то есть состав бактерий имеет решающее значение этих бактерий очень много и у них у всех есть свои имена эти бактерии можно хорошо вычислить при помощи ПЦР-тестов есть лаборатории и диагностики которые могут это сделать затем мы получаем этот огромный список результатов и в прошлом результаты анализа показывали например слишком много гнилостных бактерий или слишком мало бактерий масляно-кислово брожение в этой лекции я услышал относительно мало об этом больше о конечных продуктах метаболизма что-то изменилось да произошла смена фокуса в исследованиях раньше при использовании методов селекции можно было узнать лишь 5% правды затем был найден метод секвенирования и ПЦР тогда мы смогли узнать о важных бактериях и теперь в центре внимания науки находятся характеристики этих бактерий таким образом теперь можно узнать как происходит взаимодействие между этими группами бактерий и общим метаболизмом и это все в мельчайших подробностях детально но что остается так это функция бактерий Акермансия муцинефила они обладают совершенно особым свойством в обмене слизи которая нам крайне необходимо как защитная пленка для кишечника одной из целей лечения по Майеру является стимулирование этих групп бактерий помощью всех методов которые нам известны я слышал на многих конгрессах симпозиумах что дисбактериоз в кишечнике вызывает множество неврологических и психологических заболеваний мозга аутизм аутизм болезнь паркинсона депрессия в целом все заболевания мозга вплоть до сдвг расстройство внимания с гиперактивностью то есть большое количество известных и часто встречающихся психических и психологических заболеваний развивается ли метод терапии в этой области потому что бесконечно употреблять бактерии невозможно кроме того что нужно питаться здоровой пищей и стараться добиться хорошего пиаж в стуле да новые выводы довольно просты есть два аспекта выработка токсинов которую следует избегать путем уменьшения диспепсии и конечно очищение от токсинов путем очистки кишечника и после этого она майер терапевтам это очень важно после очищения и щадящей диеты необходимо восполнить среду правильной едой для хороших бактерий для того чтобы жить им нужна подходящая среда собственно как и нам а людям срочно необходимы бактерии масляно-кисловы брожения но бактерии масляно-кисловы брожения нуждаются в более кислой среде лактат лактат раньше на это не обращали должного внимания ситуация прояснилась благодаря новому исследованию с одной стороны с одной стороны есть страх закисления организма например из-за анаэробного метаболизма из-за употребления кислых продуктов для этого принимают щелочной порошок выходит что это противопоказано это очень важный вопрос мы должны различать здесь два совершенно отдельных компонента мы говорим о просвете кишечника где живут бактерии затем идет кишечная стенка а потом наше тело итак тело со всеми его тканями клетками и так далее это один компонент там нужны довольно щелочные условия потому что происходит анаэробный метаболизм в результате которого образуется много лактата поэтому появляется проблема с переокислением в тканях это наше тело но если мы говорим о нашем кишечнике то он нуждается в кислой среде а не в среде которая необходима телу о применении щелочного порошка в лечении по мая порошок поступает в желудок там он нейтрализует кислоту желудка и тем самым сдвигается соотношение между кислотой желудка и бикарбонатом из поджелудочной железы но это не имеет никакого отношения к щелочному гниению в толстом кишечнике это абсолютно две разные вещи это очень хорошо иначе пришлось бы прибегнуть к капельницам а это уже было бы чересчур исследования продолжаются что касается микробиома то каждый месяц появляется что-то новое и поэтому мы никогда не перестанем учиться а это полезно для образования синапсов в мозге большое спасибо за подробную информацию это очень важно для практики надеюсь слушатели также почерпнули для себя что-то новое спасибо